Всё, что нужно для изготовления такой декоративной игрушки – это нитки, клестер, воздушные шары и, конечно же, фантазия. Ирина Чуприкова вместе со своим внуком Тимуром знают об этом не понаслышке, ведь уже давно они увлекаются прикладным творчеством. Создать именно такую игрушку решили специально для муниципального конкурса. Мы её делали долго, очень долго, и, наконец, сделали. И эта свинька чайна была жёлтая, но слона поварилась. Самое трудное было – это тело. Символ года своими руками. Именно так называется конкурс творческих работ. Уже второй год он проходит на базе Центральной библиотеки. Чистопольские мастера и мастерицы представили здесь свои игрушки, выполненные из самых неожиданных материалов – солёного теста, пенопласта, даже яичной скорлупы и макаронных изделий. На выставке также расположились и поросята из фетра, ниток, фанеры, газет, канистр и пластиковых бутылок. Творческая фантазия без границ. И результат налицо. На нашей выставке 100 работ, и ни одна работа не похожа одна на другую. Принимали участие и мамы, и папы, и бабушки. Также детей подключили к этому конкурсу. Самому маленькому участнику у нас три года, а самому возрастному – 80 лет. И вот состоялось подведение итогов конкурса. Среди его участников не только дети, но и их учителя, воспитатели и родители. Все они получили грамоты и подарки от имени отдела культуры исполкома. Организаторы конкурса поблагодарили всех участников за активность и возможность в очередной раз удивить своими талантами. Во-первых, это общение. Это элементарная возможность побыть с ребёнком, со внуком. И я очень благодарна за организацию такого мероприятия, потому что мы действительно в таком дружном контакте. Всё это очень интересно, празднично и необходимо детям. Сейчас твёрдо скажу, не боитесь. Попробуйте, и вам всё понравится. И всё получится. Да, это точно. Субтитры создавал DimaTorzok